МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина и в этом выпуске. О главном. В Чебоксарском районе прошло расширенное заседание совета по приоритетным национальным проектам. Ради жизни. В Чебоксарах прошел первый межрегиональный форум врачей-онкологов и пациентов. Осторожно в отрушке. В Чебоксарах растет число пострадавших детей от зимних развлечений. Сегодня в Чебоксарском районе прошло расширенное заседание совета по национальным проектам. Приехали главы всех муниципалитетов Чувашии. Как они проработали в прошлом году и куда двигаться дальше в условиях непростой экономической ситуации? Руководители районов сейчас разрабатывают программы. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Расширенное заседание совета началось с вопроса, который не вошел в повестку дня, но сейчас особенно актуален. Глава республики поинтересовался, как муниципалитеты справляются со снегопадами. Министр дорожного хозяйства отметил, что накануне были мобилизованы все силы. На федеральных трассах даже пришлось ограничивать движение машин. Проезжую часть удавалось убирать оперативно. Своевременная подача тягачей от служб подрядчиков со снегопадом на колоссе считают, что справились. В том числе и хочется поблагодарить глав администрации муниципальных образований за ту работу, которую проделали в течение двух этих суток. В принципе, все сработали. На сегодняшний день нужно доработать. Где вывозить снег необходимо вывезти. Доработать в расчистке дворовых территорий. От ситуации сегодняшнего дня к вечным темам. В прошлом году некоторым районам так не удалось выполнить задачи по воду жилья. В лидерах только Чебоксары. В столице было построено более 330 тысяч квадратных метров. Те, кто попал в антирейтинг, обещают исправить ситуацию до конца этого года. У глав администрации уже разработаны конкретные планы. В Малопишевском и сельском поселении Шихазанов планируем вместе со строителями начать строить многоэтажные дома для коммерческого жилья, которое у нас пока не строилось. Строились только по программам, по сиротам, по переселениям и по многодетам. В этом году в республике необходимо нарастить и объемы водожилья экономического класса. В республике было включено число субъектов, на территории которой осуществляется реализация программы «Жилье для российской семьи». И в рамках данной программы до 1 июля 2017 года мы планируем построить дополнительно не менее 210 тысяч квадратных метров жилья именно экономического класса. Соответственно, это позволит улучшить жилищные условия порядка 5 тысяч семям республики. В агроотрасли тоже наметились проблемы. По итогам прошлого года в республике сократились объемы произведенного мяса. Спасти ситуацию могут только инвесторы, и районам необходимо активно их искать. В то же время крупные хозяйства в этом году планируют построить новые комплексы. «Цивильский бекон у нас будет расширять производство в Цивильском районе, Красноармейской районе, Таебинка будет. Но и еще планируем, вот сейчас решается вопрос, все-таки по ударнику, если мы его разрешим, то все-таки там тоже будем запускать производство мяса свиней». Как будут реализовываться национальные проекты дальше – вопрос времени. Очевидно, что-то будет откорректировано. Не исключено, что многим предприятиям придется оптимизировать деятельность и сократить Штаты. Тем, кто останется без работы, в республике помогут. «Все те люди, которые будут высвобождаться по тем или иным причинам, мы будем переобучать, мы будем переквалифицировать. Если кто-то хочет на самом деле другую профессию получить, они это смогут сделать. Для этого в бюджете соответствующие средства предусмотрены. Не будет хватать этих средств, Дмитрий Анатольевич Медведев подтвердил, будут выделены дополнительные средства». Как районы будут развиваться даже в условиях кризиса, руководители должны представить подробные программы развития муниципалитета до конца этого месяца. Митр Ковалев и Александр Петров. Республика. Главная тема последних дней – это снегопады, которые обрушились на нашу республику. Из осадков сильно ухудшилась ситуация на дорогах. Образовалось очень много пробок. За сутки в Чувашии произошло 105 ДТП. Из них 72 аварии в Чебоксарах. Пострадало 10 человек. Больше всего снегом засыпало столицу республики. По сообщениям синоптиков, за последние два дня высота снега в городе увеличилась на 21 сантиметр. Этой ночью в Чебоксарах на уборку снега выехало 134 единицы техники. Сейчас работает 163 машины. Вчера был большой снегопад. Вы как-то на усиленный режим перешли? Пока, да, можно сказать, усиленный режим. Да, как усиленный режим получается. Мы с 6 начинаем уже работать. С 6. Обычно смена норм до 3, а работаем до 6. Бывает до 7. У кого какая работа попадется? Разделится бригада все по своим участкам бывает. Но людей больше вызвали на работу или нет? Как и есть, все выходят. Синоптики прогнозируют небольшой снег и на сегодня, и на завтра. А с пятницы обещают похолодание до 10-15 градусов. В 2015 году необходимо произвести 19 тысяч тонн зерна, 26 тысяч тонн картофеля, 20 тысяч тонн молока. Такие планы озвучил глава администрации Шамушинского района. Сельское хозяйство является ключевой отраслью, которая сегодня обеспечивает жителей всего муниципалитета. В 2014 году сельхозтоваропроизводителям Шамушинского района была оказана государственная поддержка в размере 76 миллионов рублей. Это почти на 9% больше по сравнению с 2013 годом. Два начинающих фермера получили гранты на создание и развитие фермерского хозяйства в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей. В 2014 году государственную поддержку по предоставлению льготного кредита на развитие личного подсобного хозяйства получили 811 личных подсобных хозяйств на сумму 197 миллионов 800 тысяч рублей. Всего с начала реализации проекта воспользовались годными условиями кредита 6480 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на сумму 1 миллиард 434 миллионов рублей. Личных подсобных хозяйств, привлекших льготные кредиты, тоже стало больше. Производители сельскохозяйственной продукции обеспечивают значительные поступления в бюджет. У вас в районе замечательно идет исполнение, пополнение доходов по единому сельскохозяйственному налогу. Почти в 1,6 раза больше, чем в уровне 2013 года. И мы здесь видим основной момент в том, что в районе очень активно идет работа по регистрации земельных долей. Государственная регистрация сегодня произведена на площади в размере 89% этих сельскохозяйств. Это действительно очень хороший показатель по республике, если сравнивать с другими районами. Сейчас основная задача района подготовиться и успешно провести весенние пылевые работы. Тут встает вопрос об обеспеченности в достаточном количестве семенами. Как отметил заместитель министра сельского хозяйства Чувашской республики, в данном районе с этим проблем не возникает. Обеспеченность составляет 107%. Основная проблема, это все-таки у нас есть такой критерий, элитные посевы. Сейчас проблема в Шумуршском районе это отсутствие элитных семян. Валерий Петрович сказал, что имеется договоренность. Я думаю, что этот показатель будет выполнен. В заключении встречи глава администрации района озвучил проблему, которая волнует население на протяжении нескольких лет. Республиканская автомобильная дорога Шумурша-Сайгину-Алтышево протяженностью 25 километров стала совершенно непригодной для использования. Это дорога жизни для больших подробностей. Там детский маршрут, школьный маршрут, потом автобусные сообщения. Это целый подрайон там проживает. И каждый день бизнесмены, предприниматели ездят за товаром, обслуживают население и ломают машины. Помогите нам по ремонту, реконструкции вот этой дороги. Это республиканская дорога. Вот это просьба от всего зала, всего шумуршинского народа. Вы традиционно один из самых эффективных глав. И обычно просьбы, к которым вы обращаетесь в республиканские органы власти, со временем трансформируются в решения и в дела, о которых вы сказали с трибуны. Поэтому то, что касается дороги, если она республиканская, мы этим вопросом займемся. Это по-любому наша зона ответственности. Постараемся, чтобы это было не в дальнем углу, а в ближайшее время приступили к проекту по модернизации. Анастасия Алексеева, Евгений Анисимов, Республика. Ушел из жизни Геннадий Николаевич Архипов, бывший президент Чувашского национального конгресса. Прощание с общественным деятелем состоится 5 февраля перед заданием национального конгресса в первой половине дня. Геннадий Архипов родился в деревне Нижней Яуши Ядринского района в 1956 году. Был руководителем комитета Госсовета Чувашии по культуре, образованию и печати в 90-х годах. Много работал по внедрению чувашского слова в русскоязычные школы, укреплению дружбы между народами республики и связи между национальными центрами. Геннадий Николаевич отмечен званием заслуженный работник культуры Чувашской республики, золотой медалью Ассамблеи народов Российской Федерации. В 1997 году был избран президентом ЧНК и руководил им более 15 лет. В хранении, перевозке и сбыте контрафактного алкоголя подозреваются трое жителей Чуваши. Их деятельность пресекли правоохранительные органы. Уголовное дело возбудили против 47-летнего безработного мужчины, 39-летней сотрудницы одной из страховых компаний и 48-летнего водителя маршрутного такси. По версии следствия, с ноября 2012 по октябрь прошлого года в городе Новочебоксарске 47-летний подозреваемый наладил поставки из города Москвы спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей, и для последующего ее сбыта передавал своим сообщникам, которые, в свою очередь, реализовывали этот алкоголь местным жителям по цене 60-75 рублей за пол-литра под видом качественной ликер-водочной продукции, в том числе водки, коньяка и виски. В ходе обыска в квартирах и гаражах подозреваемых обнаружено около 150 ящиков с бутылками. Их содержание направлено на экспертизу. Ведется следствие. 4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. Сегодня в Республиканском онкологическом диспансере прошел первый межрегиональный медико-пациентский форум. Вместе мы сможем. Онкологические заболевания были известны еще в Древнем Риме. Гиппократ дал им название «канцер», что в переводе означает «рак». Сегодня им заболевают около 6 миллионов человек в год. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, смертность от рака будет продолжать расти. И к 2035 году может достигнуть 24 миллионов случаев. И связано это, представьте, не только с ухудшением здоровья народа-населения. Мы регистрируем улучшение демографической ситуации. У нас растет средняя продолжительность жизни населения. Мы стали дольше жить. Доживаем до 71 года в среднем. И это тоже приводит к тому, что увеличивается число пожилого населения, долгожителей. То есть ряд людей просто доживает до рака. Если смотреть уже на страны европейские и обратиться к ним, то там, на первом месте в структуре смертности, уже выступают именно онкологические заболевания. Однако и медицина не стоит на месте. Многие виды канцера стали излечимы. И тысячи людей, для которых раньше этот диагноз звучал как приговор, обрели надежду. Сегодня в Чувашии таким людям оказывают не только медицинскую, но и морально-психологическую помощь. При онкодиспансере работает Центр поддержки женщин с онкологическими заболеваниями ради жизни, куда могут обращаться как пациенты, так и их родственники. Это далеко не единственная общественная организация, принимающая проблемы онкобольных близко к сердцу. Мы же этот день не празднуем. Мы собрались все вместе бороться, защищать друг друга, себя, чтобы у нас жизнь была с каждым днем ярче и светлее. 43% раковых заболеваний можно предотвратить, следуя простейшим правилам, считают специалисты. Отказаться от курения, вести активный образ жизни, правильно питаться. Это истина, которую мы, в принципе, все с вами знаем. Может быть, временами не уделяем такого большого внимания ей, но это реально. Только профилактика может приостановить дальнейшее развитие заболевания. И главное, о чем необходимо помнить, никто не должен любить человека больше его самого. Будьте внимательны к своему здоровью. При первых признаках, при малейшем подозрении пройдите обследование. Дайте врачам возможность помочь вам. Елена Гальперина, Татьяна Трофимова, Расиль Мухаммедов, Республика. Катание на ватрушках в последние годы стало одной из популярных зимних забав. На спуске эти надувные круги могут набирать скорость до 30 км в час. И неудачное падение может привести к серьезным последствиям. За два зимних месяца в Республиканскую детскую клиническую больницу с различными травмами обратились за помощью более 130 детей. Основная причина – пренебрежение правилами безопасности. Зачастую школьники катаются в неприспособленных для этого местах. Тюбинг или катание на надувных санках – это развлечение, во время которого человек едет на верхней части круглой надувной камеры по воде, снегу или воздуху. Поскольку надворение месяц май, нас больше интересует зимний вариант тюбинга. Снежный тюбинг берет свое начало в далеком 1820 году. Тогда первые гонщики прокатились в Альпийских горах. Сегодня катание на ватрушках набирает популярность во всем мире. И наш регион – не исключение. Однако воздушные санки не так безобидны, как кажутся на первый взгляд. Из-за круглой формы зимнего тюба контролировать скорость движения и направление очень тяжело. И если на санках можно использовать ноги, как педали тормоза, то аналогичные действия на тюбе могут привести к вращению. Чтобы избежать травм, необходимо соблюдать технику безопасности. Во-первых, нужно скататься строго в том месте, в котором указывает администратор, то есть я. Например, на нашей трассе можно скатываться ни в коем случае не с самого верха, а там, где мы стоим, на уровне беседки. Держаться нужно за ручкой ватрушки. Их четыре штуки, то есть они находятся по сторонам света. Ватрушкам доступны любые возрасты, но маленьким детям рекомендуется все-таки сопровождение с родителями. То есть на коленках вместе держась. Заниматься тюбингом можно только на специально оборудованной трассе со снежной поверхностью. Садиться на санки надо так, чтобы при спуске не вылететь с них и не перевернуться. Главное – правильно распределить центр тяжести. Для этого надо поглубже сесть в центральную часть ватрушки так, чтобы не касаться ногами снежной поверхности. Если ноги все же касаются земли, необходимо взять тюбинг диаметром побольше. Экстремалов, не соблюдающих меры безопасности, очень часто можно увидеть в травматологии. Совершенно разные травмы, переломы позвоночника, переломы конечностей, череп мозговые травмы, в общем, повреждения лицевого скелета. По тяжести травм, полученных на ватрушках, мы видим, что они действительно более тяжелее, чем те, которые получены на качелях. Поэтому осторожность и еще раз осторожность. Необходимо тщательно выбирать не только трассу, но и погоду. Врачи не советуют кататься в снежную, ветреную погоду и в темное время суток. В этом случае сложно будет заметить препятствия, которые чаще всего приводят к несчастным случаям. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, Республика. Проблемам бесконтрольного досуга детей в глобальной сети посвящена неделя безопасного Рунета. В библиотеках города школьникам рассказывают о полезных сайтах и о возможности принять участие в интересном конкурсе. Интернет со знаком «Плюс». В преддверии декады безопасного Рунета во всех библиотеках впервые стартовал конкурс «Интернет со знаком «Плюс» на лучший рассказ о позитивном контенте. В познавательных сайтах, которые пользуются популярностью среди школьников 13-17 лет. В конкурсе предусмотрены две номинации «Мои любимые сайты» и «Любимый сайт нашей семьи». Организовывая этот конкурс, мы ставили перед собой задачу прежде всего ознакомить юных горожан с тем, какие наиболее интересные, полезные для образования, расширения кругозора интернет-ресурсы размещены в сети, ознакомить с ними детей и, конечно же, прежде всего привлечь внимание общественности, родителей к проблемам бесконтрольного пользования интернет-ресурсами. До 15 февраля все желающие школьники города могут прислать свои работы на сайт объединения библиотек города Чебоксары. Авторов лучших рассказов ждут призы и награды. Анастасия Алангин, Евгений Анисимов, Республика. Если на одной улице стоят русская изба и грузинская сакля, а еще подворье мордвы, чуваши, татары, армяны и других националистей, то это национальная деревня. Проект с таким названием реализуется в Ульяновске. В свое подворье чувашская автономия начала обустраивать первый. Какой чуваши увидят гости деревни и что уже увидели ульяновские тележурналисты в следующем сюжете. Скоро вместо заснеженного поля и забора здесь появятся подворья девяти национальных автономий. Включать они могут этнографический музей, ремесленные мастерские, кафе, рестораны с национальной кухней. Ну а чувашская готова принимать гостей уже сейчас. В их распоряжении изба, бани и колодец. Проектанты изучали, во-первых, опыт и других городов в России, опыт культуры. Естественно, у каждого народа своя культура, свои какие-то обычаи. Проект «Земля выделялась автономией Чувашской». Отдыхать здесь могут кто угодно, праздники, дни рождения, какие-то мероприятия, концерты. То есть для всех, для всех жителей нашего многонационального города. Это должно быть центром для укрепления мира согласия и дружбы, для того, чтобы пообщаться, встречаться, принимать культуру этих народов и проникать в эти культуры. Работы впереди еще много. Будет, к примеру, гостиница на 10 мест, магазин национальных сувениров, летняя кухня. Губернатор Ульяновской области отметил, другие национальные автономии тоже должны подтягиваться. Заходя вовнутрь, все пахнет, как мы говорим, стариной, все пахнет традициями, все пахнет обычаями. И это здорово, потому что, наверное, в самое ближайшее время, уже в этом году, в летом, мы здесь увидим настоящее Чувашское подворье с настоящим таким вот духом. Планируется, что деревня станет открытой площадкой для массовых городских мероприятий. На площадках детских садов появилось множество сказочных персонажей и ярких красочных скульптур. В Чебоксарах проходит второй ежегодный конкурс на лучший зимний и спортивный участок дошкольного учреждения. На одну из площадок побывала и наша съемочная группа. Сказка Колобока жила на территории детского сада номер 28. Хитрая лиса, голодный волк, неугомонный заяц – всех персонажей можно увидеть, если выглянуть на улицу. На каждом участке у нас находится какая-нибудь центральная фигура, главный персонаж этой сказки – волк, заяц, медведь, лиса, что позволяет ребятам путешествовать по участкам, совершая прогулку, наблюдать за природой, играть в подвижные игры. Коллектив детского сада уже не в первый год принимает участие в конкурсе. И каждый год стараются удивить не только жюри, но и своих воспитанников. На зимнее время скульпторов превращаются и родители детсадовцев. Зимой мы постоянно помогаем, чистим снег. Вот как раз занимались оформлением, лепили фигуры, раскрашивали. Медведя, паровозика. На той площадке у старшей дочки мы лепили зайца, делали горку. Ребятишки очень довольны тем, что у них появилось много снежных друзей. Наибольшее удовольствие ребятам доставляет катание с горки. Мне очень нравится наша детская площадка. Она так ярко украшена, что я люблю ходить в этот детский садик. На протяжении многих лет детские сады украшают и обустраивают свои территории. Но на городском уровне этот конкурс проводится лишь второй год. С 26 января 2015 года стартовал городской конкурс на лучший зимний и спортивный участок дошкольного учреждения. В конкурсе принимают участие все дошкольные учреждения города Чебоксары. На участках появляются горки, лабиринты, фигуры. Мы хотим выразить слова благодарности родителям, педагогам и детям за активное участие в этом конкурсе. Каждый день экспертные группы осматривают территории детских садов и оценивают их по определенному набору критериев. Яркость построек, тематика оформления, оформление центрального входа. Итоги конкурса станут известны 13 февраля. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика. И это все, что мы успели рассказать вам сегодня. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин